В древние руины добавлен шестой и седьмой уровни сложности с минимальным необходимым порогом БС в 2550 и 3100 БС соответственно. В лагере доступно улучшение командного центра до 6 уровня, а вместе с ним и постройка одного дополнительного барака. Вместе с этим игрок получит возможность повысить уровень кузницы до 13, что позволит создавать некоторые снаряжения мифического класса. Также максимальный уровень повысит у обрабатывающего цеха, что позволит создавать черные камни наивысшего уровня. Ранчо с новыми уровнями расширит количество размещаемого скота. С улучшением увеличится размер хранилища продовольствия и размер склада, а также с новым максимальным уровнем увеличится вместимость коньюшен. Шестой уровень командного центра открывает возможность постройки одного из трех памятников, накладывающих положительные эффекты на игрока. Статуи могут увеличить восстановление энергии, получение боевого или хозяйственного опыта. Теперь при использовании бижутерия легендарного и мифического качества игрок получает дополнительные бонусы от резонанса снаряжения. Эффект начинает действовать от двух и более украшений. Гильдии получили возможность объявлять друг другу войны. Сделать это может глава соответствующего меню за 3 миллиона из фонда гильдии. На данный момент одновременно объявить войну можно лишь одной гильдии, а получить объявление войны можно от 10 гильдий. Игроки вражеской гильдии отображаются на миникарте красными метками, а за их убийство начисляются очки пропорциональны их уровню экипировки. Победителем в войне становится гильдия, набравшая 30 тысяч очков. При этом на 10 игроков глава гильдии может повесить защиту, то есть данные игроки будут недоступны для атаки варов. Стоит это 100 тысяч серебра из фонда гильдии. Если по какой-либо причине гильдия не хочет продолжать войну, то через час после ее начала она может сдаться, что автоматически засчитается как поражение. Важно! Одной и той же гильдии войну можно чаще, чем раз в сутки. Проигравшая гильдия получает иммунитет от войн также на сутки. К сожалению, награды за победу в войне не указаны. Добавлена игра черного духа. Найти ее можно в разделе с акциями. Все просто. Выбиваем с моба в части кубика, собираем кубик, кидаем кубик, ходим по карте, получаем награду. В течение недели в два раза повышен шанс получения бижутерии не менее легендарного уровня в лавке украшений. Также в лавке снижена стоимость обновления товаров. На этой неделе в магазине обновились связанные товары. За жемчик можно приобрести фрагменты реликвий, питомца второго ранга, отметки главаря и заточки наивысшего уровня. После технических работ в продаже доступны сундуки усиления по 1200 жемчуга, которые содержат заточки высокого и наивысшего уровней. Лимит на покупку три штуки в неделю. Добавлен сундук быстрого роста стоимостью 700 жемчуга, содержащий насыщенную черную энергию. Лимит также три покупки в неделю. В магазин добавили сундук уничтожения босса, содержащий отметки главаря и древние плиты по 100 штук каждого вида. Лимит три покупки. При покупке трех сундуков разом четвертый в подарок. В продажу добавили сундук с питомцем первого ранга. Стоимость 400 черного жемчуга. Лимит один питомец на аккаунт. На этом с новостями по мобильный Black Desert вроде все. Если формат вам понравился и вы хотите дальнейшего выпуска подобных роликов по мобильной версии, то не забудьте поставить лайк этому видео. А также подписаться на канал и жмакнуть на колокольчик. А я буду с вами прощаться. Всем удачи и до встречи на стримах и в новых роликах.